Придумано три события, каждая из которых имеет положительную вероятность, которая попарно независима, но втроем несовместна. То есть вероятность одновременного наступления этих событий равна? А попарно независима это? Вероятность одновременного наступления равна произведению вероятности. Среди этих событий нет, события вероятности нет. Да. Да, конечно. А как тогда отмолить? Думать. Подсказка. Пересечение трех сторон треугольника это пустое множество. При этом любые две стороны пересекаются. Слышали? Да. Там, пожалуй, самый простой известный способ решения этой задачи. Осталось превратить в математическое решение. Нарисуешь сейчас три точки. Приятно. Первые две из них будут давать события А. Вторая и третья будут давать события Б. Нет, 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 да, да, Б, тут мы более большое, естественно. А третья и первая, Ц? Совершенно верно. А третья и первая, Ц? В, Ц? То есть это, по сути, или? Не то. А нет, то, то. Бывает точка, которая принадлежит всем трем сразу? Нет, нет, нет. Не бывает? Отлично. А теперь рассказываю. Надо поставить еще четвертую точку, обозначить ее Д. А теперь, господа, давайте делаем так. Вы проставите какие-то вероятности около первых трех нарисованных точек, напишите там П, П, П. А около точки Д вы напишите вероятность 1 минус 3 П. А вот теперь вы должны так подобрать П, чтобы событие А было бы независимо от события В. Ну, если честно, после этого автоматически В будет независимо от С, и С независимо от А. То, что события А, В и С вместе не бывают, это мы уже понимаем. Отлично. Подберите П, напишите соответствующее уравнение. Ну, мы понимаем, что 1 равно 3 П. В общем, 1 минус 3 П равно 2. Почему? Почему? Ну, в А, в А, в А, в А, в А, в А, в А. Ну, это наоборот, мы все оставшиеся отправили в точку Д. Повторяю, вспомните определение независимых событий. Перемножив независимых событий. Перемножив что? Вероятность события А на вероятность события В. Чему равна вероятность события А? 2 П. 2 П, молодец. Пиши 2 П умножить на 2 П. 4 П квадрат. Ну, 4 П квадрат, я понимаю. А чему это должно равняться? Единица. Нет, не единица. 4 третья. Это не почему 4. Это должно равняться? 1 С. П? Нет, не 1, не 3 П. Совместное. Вот А и В вместе это где? Какая точка? А, да, П. Это одна точка, ребята. И вероятность П. Вот пишу уравнение. Равно П. А, это? Нет, ты написала 4 П квадрат. Да. Дальше, даже равенство. Равняется П. Потому что совместное наступление, это в точности есть что? Точка АВ. Одна точка. АВ. Согласна? А, ИВ стоит руководной точкой. Замечательно. Уравнение 4 П квадрат равно П. П равно 1 четвертая. Абсолютно верно. П это 1 четвертая. Ну, ребят, я могу, конечно, из самого начала сказать, что Вадима по 1 четвертой. Но мне казалось разумнее показать, откуда это появляется. Понятно, да? Чтобы сначала нарисовали модель, а после этого так подобрали, чтобы все стало хорошо. Уравнение 4 по квадрату равно П, ну, честно, не так сложно решить, правда? Да. П равно 1 четвертой. Вот вам реальный пример. Значит, 4 вершины. Поняли? Да. 4 вершины. Все вероятности облачены. Да. Кстати, слушайте, 4 вершины, это очень похоже на 4 грани тетраэтра. А, ну да. Да. 4 грани тетраэтра. Теперь давайте подумаем, как это связано. 3 грани покрашены. А, плоскость. Плоскость. Одна грани вообще никак не покрашена. Да. D это одна грани, которая вообще никак не покрашена. Да. Теперь давайте думать. У нас есть такая система. Когда Рогородский говорил, он говорил, что у нас все грани покрашены, но при этом есть одна грань, которая покрашена во всей этой системе. А у нас система не такая. У нас одна из грани вообще никак не покрашена. А другие покрашены по два цвета. А другие покрашены по два цвета. Понятно. Первый, второй, второй, третий и третий, первый. А, да. То есть это во многом это та же самая картинка тетраэтра получилась, но это убой раскраска. Да. Молодцы.